Чемпионат России, ну до появления женской хоккейной лиги был чемпионат России, называлось это соревнование Скиф, там в общем 7 или 8 раз становились чемпионками, с началом турнира как команда стала называться Скиф и выступать за Нижний Новгород, там вообще 5 сезонов подряд Вот были одержаны победы, ну и в общем плюс всегда около того, ну в общем вот такие сегодня соперницы у белых медведиц и будет непросто, это все понятно, хотя мы уже видели один момент у Сидоренко был хороший, но там ошибкой она конечно воспользовалась Составы несколько поредели, не только у медведицы, но и у команды Скифа, Скифа в 3 полные пятерки сегодня играет и в 3 пятерки и еще 3 запасных его можно наверное так выцарапать, поменяться успели, отлично Пошли вперед медведицы, кто же там это всех накрутило, навертело, посмотрим Кто это был, ладно, по-моему это Виктория Федорова, 47 номер А это уже опасная атака Скифа, так и здесь цепляла, как казалось, Шабулина соперницу и ну судья была рядом, вообще могла бы наверное и свистнуть А вот 3 в 3, здесь атака белых медведец, весьма недурно, Федорова получает шайбу, куда бы отдать ее прямо сейчас или бросить, ничего не получилось Мы смотрим за продолжением, нет, все-таки сейчас шайба зону покидает, Захарова, Иралова заходит в зону, оставляет шайбу на Фаляхову Фаляхова смотрит куда, куда передачу отдавать, он получает здесь обратную, но это уже не точная передача, да и покидает шайба зону На этом атака Скифа заканчивается, но не заканчивается их владение шайбой Продолжают они с ней находиться, Тейралова снова через нее, ну и вместе с Екатериной Ананиной Она пытается свою команду вывести туда, вперед, в чужую зону, не так много времени остается у Скифа, чтобы поиграть в пятером, на самом деле, ну в пятером против четверых, на самом деле все На этом потеряла сейчас там клюшку Тейралова и Нарудинова Ну, не успела туда, там Берта Валеева сейчас Вот Таипова с Валеевой Медведица забирает шайбу после вбрасывания По борту здесь пытались ее вывести Хотя бы за синюю надо было это сделать, не получилось пока И что здесь? Так, там Лазарева с Орловой Третья пара защитниц Скиф выигрывает в брасывании Синяя линия туда просто к воротам, но там без адреса совершенно была эта передача Шайба Медведицы, но в своей зоне, нужно придумать, как выйти Скиф не очень спешит покидать зону Белых Медведица Неплохой прессинг И Екатерина Ананина Помогла здесь эту шайбу забрать И смотрим мы, что дальше будет Третьяк почему-то, мне кажется, немножко зависла Не переместилась она к другой штанге Но в итоге это сделала Но, видимо, чувствовала, что скиф ничего не могут придумать Момент, бросок, там рикошеты Продолжает скиф контроль И не выходит Ананина здесь синюю линию закрывает Здорово В общем, как говорится, смотрите, впервые в Челябинске Первый сезон Медведец Их первый плей-офф И, ну, как бы здесь Даже, может быть, если бы чуть еще Пару раз махнула клюшка хоккеистка скифа То могли бы и удаление отдать Сейчас бросала Кулешова поворотом Опасным бросок не получился Так, поднята рука Ну да, здесь будет проброс Федорова не успела к этой шайбе Меня Выигрывала это бросование очередной хоккеистки скифа Но не смогла Анета Тиралова Придумать, что же с этой шайбой делать Сейчас это нужно придумывать уже белым медведицам Федорова на Берту Валееву передачу Сделала, но Берту там встречали Голевая и второй гол Алены Старовойтовой в этом матче Ну и 2-0 Скиф впереди В первом периоде Захарова хороший перехват Зашла в зону Но здесь Была она одна Да, там Федорова Вроде бы была открыта Для передачи, но К тому моменту, когда Захарова Эту передачу уже собралась делать Уже было поздно Это проброс сейчас Забрасываются белые медведицы И у нас 2 минуты и 2 секунды Остается как раз до конца первого периода Третьяк здесь шайбу не смогла зафиксировать Поймать ее сразу Но быстро сообразила и накрыла ее И свои возможности для взятия ворот Они также имели Но может быть Вот было какое-то ощущение Что не совсем верили В свои силы Белые медведицы В техача для Игоря Знарка Донести до девушек Что да, все нормально Да, да, как говорится В известном челябинском интервью 0-2 Горим Да, но на самом деле Здесь, конечно Все понимали, что Вынудили все равно вступить в игру Меркушеву А вот это вот, конечно, скип делает здорово Но не здорово Совершенно не попала по шайбе Ольга Прокопенко Федорова здесь имела возможность За шайбу зацепиться И, наверное, нанести последний бросок по воротам Она этого не сделала Как этого и не сделали хоккеистки Скифа Закончили А так Скифом Здесь, по сути, пока что в первом периоде Особенно повторять-то как будто бы и Ну, тяжело, в общем, что-то еще От белых медведиц Найти По второму периоду Но он только начался Вот только две минуты заканчиваются второго периода Лазарева сейчас Не смогла Организовать выход из своей зоны Белым медведицам Но Скиф добавил По второму периоду ощущение, что команда сейчас вообще в большинстве играет Вот эти две с половиной минуты вообще без моментов у медведиц Ну и Скиф Тотальный контроль Если шайбу и отдают То у медведиц совершенно Минимальные возможности на выход из зоны Ну а в атаку Так это вообще уже Что-то из области фантастики Пока что для подопечных Игоря Знарка Вот здесь, конечно, без пробросов Хотя бы, хотя бы туда К чужим воротам медведица четко линейное показало Что было касание Ну и шайба-то в любом случае в створ ворот прикатилась Поэтому проброса не было бы в любом случае Берта Валеева на Шабалину Шабалина может бросить или обыграть Ну нет, ни броска, ни обыгрыша Все было просто очень опасно Вот на этом как-то все примерно и закончилось В этой атаке медведица Хотя мы точно отметим, что это уже интересно Это уже похоже на то, что команда в первом периоде показывала Ну вот до тех пор, наверное, пока не случилась первая пропущенная шайба Третьяк там вступает в игру Прижала она надежно шайбу ко льду Пыталась там Малинов, в том, конечно, сложно Там нужно было попадать прямо под самую перекладину Чего сделать у нападающей не получилось Малиновская шайбу контролирует и делает это довольно успешно Вот это было опасно сейчас Рядом с дальней штангой прокатывается шайба Атака Скифа продолжается Ну сейчас вот передачи там Вот сейчас Алина Смурова На дальней катилась И казалось бы, сейчас приди туда передача И это будет уже совсем неприятно Как в том моменте с Ландыш Поляховой Поднята вверх рука линейная И сигнализирующая о возможном Возможно фиксации положения вне игры Первое большинство Медведец В середине второго периода Убрасывание выиграть сразу не удалось Но, тем не менее, шайбу себе вернули Но как же спокойно Отдают ее Медведице Скифу И это уже опасный Контр-выпад от Скифа Пытается там останавливать Фаляхову Но получится Вроде бы получилось Но, наверное, Ландыш и не сильно была так настроена На стопроцентный результат В этом своем проходе Все-таки команда в меньшинстве И вот эти последние-то минуты игровые Медведицы имели некоторое преимущество Которое им вылилось, возможно, в это самое удаление У команды Скиф Ананина здорово выбрасывает здесь далеко шайбу Ну, как знать, да, может быть В следующем году, в следующем сезоне Мы будем говорить это о команде Скифберта Валеева Сейчас получила шайбу Такой подарок судьбы Но не распорядилась Не воспользовалась им Может быть, в этом сезоне, да, закончу я Наконец-то Скиф Смогут взять себе кубок Пока максимум бронза Доставалась команде Скифа В розыгрышах Все пятеркой оборонялись Не знаю, сколько Две с лишним минуты, как будто я скажу точно Надо просто шайбу подальше оттащить Туда вглубь и дать возможность поменяться Хоккеисткам белых медведиц Шайба на синей линии осталась Не вышла она здесь Положения вне игры нет, соответственно Но здесь забрали шайбу у Марины Лазаревой И Скиф продолжает Давление увеличивать на ворота белых медведиц Алина Орлова Дадут ли ей выйти из ворота Шабалина Это на Федорову шайба не доходит Момент сейчас был неприятный Останавливает Орлову Ну, не знаю, так смело Сейчас вот эта пятерка белых медведиц Еще продолжала Попытки атаки Последняя минута второго периода У нас только что началась Может быть, им тоже стоило уже попробовать смениться Атаки с Кифом очень продолжительные По 10 апреля Третья встреча между этими командами До трех побед здесь только в финале Команды будут играть А действующие чемпионки Действующие чемпионки женской хоккейной лиги Это команда Агидель Обыгравшие в концовке сезона команду Ну, там даже не в концовке прошлого сезона Там, в общем, все было Несколько запутано И финал играли осенью Когда уже был в разгаре Чемпионат нынешний Эх, Берта Валеева здесь на ногах не устояла Упала, к сожалению В общем, играли уже регулярку сезона 21-22 И только-только заканчивали Играть Финал Ну, в общем, как-то так Было там все довольно сложно И не Я бы справилась Но Неловкий ее отскок Так По-прежнему, конечно Я никак не могу привыкнуть К тому, как же меняются Здесь Команды Как меняются Девушки По ходу этого матча Порой кажется, что В любой другой лиге бы уже дали свисток И нарушение численного состава Но Идем сбрасывание А вот это уже Два в одного Атака От Скифа И будет бросок сразу по воротам Ну, казалось бы Может быть, на Кулешова Эта передача обратная Очень даже просилась Ладно Ее там не было Там девушкам на льду виднее Берта Валеева к шайбе не успела Лазарева сейчас в своей зоне Шайбы владеет Ох, и не устояла на ногах Падает Лазарева Хорошо Здесь сразу же Виктория Федорова Рядом оказалась Помогает Своей защитнице Нет, все Скифа Да, используют Любую возможность И тут же Переходят В атаку Так, а сейчас будут стрелять Или там рикошет Но до ворот шайба не доходит На всякий случай Третьяк клюшкой сыграл Но оно есть Но оно есть Что шайбу У Ашмыкова Но уже так Поувереннее Белые медведицы Сейчас поддавливают В своей зоне Хоккеисток Скифа Заставляя их уже Наконец На смену Отправиться Но тем не менее Меняется Скиф Не всей пятеркой А так По одному По одной Хотя Не смущает Наличие соперниц Шабалину Совершенно И Хороший проход Федорова сейчас Закрыла там борт И отобрала Кажется шайбу Но Опасности из этой К сожалению нет Никакой У Медведец Все близко Ну вот эти Небольшие Неточности Как говорится 5 минут 10 секунд Остается Играть В третьем периоде По прежнему Скиф впереди 2-0 Но Белые медведицы Дальше Никак их не отпускают И Прикладывают Максимум возможностей Ну наверное Не максимум Да Приложили бы максимум Догнали бы Ну для того Чтобы догнать Но надо еще Где-то добавить Да Немного возможностей У Белых медведей Абсолютно Скиф не дает Чувствовать себя В атаке Медведицам Спокойно Поэтому шансов мало И использовать их Надо по максимуму Но в то же время Еще и Совершенно точно Забывать Про оборону Тоже никак не получится Здесь Скиф в зону не закрыли Это ошибка Ну что успеет Там сейчас К этой шайбе Шабалина В ротах Это Берта Валеева Но Это пока что Нездорово Белые медведицы Играя в большинстве Пока в зону Не заходят Орлову на синий Остановили И вот здесь Не Здесь Да Медведицы Ошибаются Но не знаю Планируют ли И Грязнорог Взять И появится На льду Алена Старовойтова Алена автор Двух заброшенных шайб Команда Скиф Играет в полном составе В этом матче Скиф в полном составе 5 на 5 И последняя минута У нас стартовала Ну что Неужели Не забьют Медведицы Ни одной шайбы В своем первом матче В истории Плей-офф В зону вошли Шабалина Здорово здесь Обыгрывает Ну Ирина Третьяк На месте Менять ее Уже Очевидно Тренерский штаб Белых медведиц Не собирается Федорова здесь Не увидела Кому же отдать Передачу Ну уже Встали Белые медведи Третьяк Третьяк